друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня будет обзор на канал марина нова и на канал сканеры да начнем с марины новый после кайфушек с пельменями и пивом где марина запихивая пельмени чуть ли не руками утирала сметану рукавом и балдела говоря о боже мне стыдно что я так счастлива впервые за долгое время счастью нет предела неужели подумала я видно флорида влияет на нее хорошо ну а почему бы и нет живет в штате где бесконечное лето на работу ходить не надо не жизнь а самая настоящая сказка но друзья мои недолго музыка играла все же запасы финансовые имеет свойство иссякать и заканчивается да решила таки марина найти себе работу и по такому случаю приобрела себе новый комп а вообще глядя на марину которая так спокойно сидит с ребенком на руках и не париться перебирает вакансии могу предположить что кто-то все таки ее поддерживает так скажем материально возможно мама возможно зрители которые тоже ей донатят высылают всевозможные подарочки ну или еще кто-нибудь но и пока марина сидела вскрывала упаковку почти все видео ее обожатели вы знаете настолько за нее переживали в комментариях и все как один писали марина устраиваясь на работу ни в коем случае никому не рассказывайте куда вы будете устраиваться дабы завистницы вам не навредили никак забота заботой но сдается мне что не стоит им так сильно переживать за марину неизвестно что будет с работой когда появится подходящая вакансия которая будет интересно марине возможно времени уйдет на поиски работы так скажем совсем немало и возможно в ближайшее время этого вообще не случится но сложности в том что она сама по ее же словам не понимает на какую работу может претендовать и возможно придется еще подучиться говорит марина скорее всего она понимает что работать надо но знаете не очень то и хочется выходить из зоны комфорта далее показала как делал делает прививку от к вид занимается на компьютере во дворе наслаждается прекрасной теплой погодой пыталась рассказала о том как пыталась устроиться на работу в кафе но потерпела неудачу и и спросили есть ли у нее опыт работы на что марина честно честно ответила что нет на этом все и закончилось ну а далее пошла в пабликс узнала заранее что оказывается в определенные дни есть специальные скидки и акции и приняла решение экономить да логично нет работы есть финансовые трудности надо конечно же экономить и начала рассуждать об экономии стоит ли покупать впрок но и так далее покупала по акциям втянулась данный пивая песню алкоголичка в общем продолжение следует ну а далее далее переходим переходим к нашим сканерам приключения андрея продолжаются опять пошел гулять говорит скучно объяснил что да в общем так и так скучно скучно ему одному без семьи он сейчас проживает да объяснил что съемки все это проходит не в один день просто говорит я не брал с собой много одежды и снимаюсь постоянно в одном и том же говорит взял всего пару рубашек на работу я вот знаю что в америке принято ходить каждый день в новой одежде думаю как это он бедный справляется с двумя рубашками а почему было не взять побольше одежды зарая заранее зная что возможно ты уехал на целый месяц а может быть и того больше о чем он в принципе говорил изначально но вы знаете у андрея об этом голова совсем не болит у него другие заботы он все рассуждает чем же отличается население штата в вашингтон от населения штата джорджия говорит в джорджии живут настоящие истинные американцы а вот штате в вашингтон больше индусов китайцев и прочих других да и вы знаете почему то прогуливаясь вдоль озера папа сканер начал рассуждать а интересно говорит он сколько здесь зарабатывают работники в волмарте ну типа люди интересуются что-то если честно я вообще не поняла какие люди интересуются в коламбусе не так много русскоязычных и может вообще этим интересоваться да то есть не думаю что его друзья из штата вашингтон соберутся переехать туда для того чтобы сменить волмарт штата вашингтон на волмарт волмарт штата джорджия вот совсем уверена что это точно не так за такой работой штаты как говорится не меняют да но вы знаете я подумала было могу предположить что вообще вот этими вакансиями интересуется да именно наш младший сотрудник наверное не знает он получится ли у него на новой работе подойдет ли он пройдет ли он так скажем испытательный срок но ищет заранее себе подходящее место в магазине где он в принципе и работал тоже в магазине в штате вашингтон да ходит радуется все кругом говорит приветливые замечательные люди но при всем при этом нот не решился оставить в мотеле а вдруг уведут поэтому взял с собой на прогулку в лес тоже сделал себе прививку от ковид а далее начал рассказывать о своих первых трудностях пришлось дать ему машину которую взял андрей в аренду говорит неудобно сейчас без без машины но очень дорого выходит у него арендовать машину в общем остается теперь ему в помощь только такси говорит не знаю что делать в общем чтобы не опаздывать на работу придется ездить тоже тратить деньги на такси а я вот думаю вообще друзья мои а к чему такие сложности он вообще собирается потом перегонять свою машину которую покупал за копейки за полторы тысячи долларов еще в штате вашингтон почему было сразу не поехать на этой машине да ездил бы сейчас на ней не было бы никаких заботы на работу и по магазинам и искал бы жилье для всей семьи ну или вот взял бы просто продал бы там эту машину а здесь бы купил какую-нибудь другую проще было бы действительно ехать на машине и не создавать себе лишние проблемы но а вы знаете опаздывать на работу как сказал папа сканер не знаю может быть буду опаздывать на работу опаздывать на работу на которую ты только устроился совсем как говорится не комильфо да в общем сдал он машину такси ему не вызвать ждал 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 машину никто не приехал и пришлось ему идти пешком аж целых двадцать пять минут я сразу вспомнила как женщина таксист когда он только-только приехал в коламбус дала ему свой номер телефона ну так чтобы звонил еда в случае чего если нужна будет машина но видимо андрей об этом забыл поскольку не стал пользоваться этим номером может быть номер конечно потерял а может быть все таки решил сэкономить поэтому и пошел пешком шел он быстро да дорога не была ему приятно сумкой и озирался по сторонам говорит страшно нет никого едут одни машины а вдруг говорит подумают что у меня в сумке денег много и ограбят в общем да потом стал себя успокаивать говорит побояться наверное побояться а вдруг у меня при себе есть пистолет в общем нафантазировал себе как говорится у страха глаза велики и шел сетовал на свою жизнь и что да пешеход здесь не человек тротуаров нет пешеходных переходов тоже никаких нет одна сплошная трасса и газон обрадовался он проходя под мостом что бомжей там нет и его слава богу не тронул плюс сказал андрей подходя к своей общаге как он ее назвал к этому мотелю это то что он сумел сэкономить деньги не пользуясь такси вы знаете я вот подумала если пока у андрея была вот эта вот машина которую он взял а в рент да и он ничего не успел сделать и даже заявление на апартменты не заполнил чтобы семья въехала в конце мая то теперь учитывая что он передвигается на своих двоих я думаю что знаете то они возможно придется опять захламлять свою квартиру в линвуде да до этого они расхламляли свою квартиру а теперь придется опять захламлять возможно их переезд в коламбус не состоится раньше нового года благодаря папе ну а андрей андрей что андрей тем временем будет обозревать соседние парки озера и продолжать рассуждать на тему кому же в коламбусе жить хорошо извечный вопрос друзья мои вот такой у меня сегодня обзор получился на марину новую и на канал сканер да естественно всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто сладко ставит лайки всем кто пишет комментарии всем огромное спасибо все всех целую всем пока